Это мероприятие начинает серию лекций ведущих антропологов российских для студентов, преподавателей Университета Лобачевского и не только для них. Мы очень благодарны, что директор Института этнологии и антропологии РАН Дмитрий Анатольевич Фунг сегодня с нами и согласился прочитать для нас вводную лекцию, посвященную социальной антропологии. Дмитрий Анатольевич, я вас приветствую. Слова благодарности от Института международных отношений и мировой истории и от всех присутствующих здесь вам. С нами также координатор лекционного проекта от Института этнологии и антропологии Роман Николаевич Игнатьев. Он здесь соорганизатор сегодняшней встречи. Большое спасибо Роману Николаевичу за участие и поддержку слушателей, не только студенты, бакалавриата и магистранты Университета Лобачевского. Значит, у нас около 100 человек, судя по таймпэду, зарегистрировалось на мероприятия из разных регионов России и даже из зарубежья. Артем Николаевич, спасибо огромное. Спасибо всем коллегам, кто организовал эту серию встреч. Спасибо всем, кто собрался. Рад видеть и знакомые лица, и незнакомые тоже. Приятно познакомиться. Мне изначально сказали, что где-то часа на полтора надо говорить. Я попытаюсь что-нибудь скомкать и чуть короче дать. В общем, уложусь в то, что требуется. Час, час, десять. Будут вопросы, потом буду рад, если смогу ответить хотя бы на пару из них. У меня есть презентация. И если я, наверное, запущу ее, и вы будете видеть вместо седой бороды какие-то картинки, наверное, будет лучше. Постараюсь говорить, хотя, в принципе, я воспользуюсь случайной, видимо, оговоркой модератора, что сегодня я прочитаю лекцию. Может быть, какие-то куски я и прочитаю, хотя не знаю. Посмотрим, как сложится. Итак, где у меня эта демонстрация? Сейчас попробуем совместное использование. Вот в таком виде видна картинка. Я, извиняюсь, оставил левую панельку себе просто в качестве подсказки, что зачем следует. И, в общем, начинаем. Сегодня мы попытаемся поговорить в самых общих чертах о социальной антропологии, или, точнее, я сразу же скажу, что это социокультурная антропология. Тот термин, который используется сейчас практически во всем мире, за исключением, возможно, России, может быть, еще нескольких стран на постсоветском пространстве. Используется он в том числе, как ни странно, и в Соединенных Штатах Америки, где, впрочем, обо всем по порядку. Значит, наука, о которой мы будем говорить, называлась, ну, чуть ли не столетие этнографии или этнологии. И зародилась она в недрах, в общем-то, XVIII века, постепенно оформляясь и становясь тем, чем она стала где-то, наверное, к середине XIX столетия, может быть, ближе к концу XIX столетия, когда этнография, наука, которая занимается описанием народов, как следует из ее названия, превратилась уже в нечто такое оформленное со своими методами, со своими способами написания текстов, с основными какими-то способами рефлексии того материала, который собирается в поле. Это представление визуального этих материалов. Вы знаете, что значительная часть музеев, которая существует до сих пор, и называется музеями этнографии или, скажем, этнографический отдел в краеведческих музеях. Это хорошая картинка к тому, как этнография представляла себе объект своего исследования. Он статичен, неподвижен, его можно ухватить, описать и представить. Либо в тексте, когда народ – это кто-то, некая совокупность людей, одетая в три типа шапок, в два типа шуб, в три типа обуви, такого-то покроя и так далее, и так далее. Или это что-то, что можно представить одним таким широким мазком в витрине за стеклом в музее, где некий абориген будет с копьем в руках нестись по прериям и, не знаю, охотиться за кем-то. Все оказалось гораздо сложнее, хотя, в общем, такого рода взгляд… Сейчас у меня почему-то не двигается картинка, я попытаюсь… Да. Такого рода взгляд дожил, в общем-то, в отдельных частях айкумены практически до настоящего времени. Если вы заглянете… Я не случайно нарисовал такой грустный смайлик в самом конце. Если вы заглянете даже в некоторые учебники, которые широко были распространены в нашей стране, то, в общем, обнаружите, что внимание к неким этническим общностям, почему-то называемым этносам, или к этногенезу, как будто речь идет о чем-то, что может однажды вдруг родиться. При рождении этого ребенка вы можете присутствовать, ребенок в виде народа какого-то, затем наблюдать его развитие, и сам концепт развития очень своеобразный, такой сложный и неоднозначный. И затем, видимо, вы можете, если хорошенько напрячься и прожить достаточно долго, можно увидеть, наверное, как этот этнос умирает, и вы, соответственно, опишите все от начала до конца. В течение всего 20-го столетия выкристаллизовывалось иное, я бы сказал, не побоюсь сказать, кардинально отличное представление об объекте, методах, целях и задачах дисциплины, которое в итоге получило во всем мире название антропология. То есть акцент был сделан на человеке, на человеческих сообществах. И я здесь на экране представляю одно из возможных определений этой науки. Но я просто хочу сказать, что это действительно очень богатая и амбициозная в теоретическом отношении дисциплина, если коротко ее характеризовать. Она пытается достичь понимания культуры, общества и человечества в целом посредством детального исследования локальной жизни. Причем это исследование обязательно дополняется сравнительным анализом. Для кого-то из нас, кто в этой профессии, она оказалась притягательна, потому что мы родились не в мононациональных семьях, или родились в каких-то этнических анклавах, или иных каких-то социальных, особых социальных группах. В конце концов, кто-то из нас мог влюбиться в представителя совершенно иной, не знаю, территориально далекой от нас культуры, какой-то этнической общности. Сложилась новая семья, и так родился тот интерес, который во многом у кого-то из нас стал и профессиональным. Но вообще, как профессия и как наука, антропология имеет гораздо большие амбиции. Она не только помогает нам в самопознании самих себя, или в том, чтобы мы снабжали читателей какими-то увлекательными рассказами о том, что мы куда-то съездили, что-то там увидели, или скучными какими-то политическими трактатами. Мы ставим философские вопросы и пытаемся найти ответы на них, исследуя жизнь людей в самых различных условиях. Проще говоря, задача антропологии, как мы это понимаем, состоит в том, чтобы показать мир нам самим в первую очередь, что мир и каждый из нас в отдельности сто крат богаче и сложнее, чем обычно предполагают, и чем мы сами обычно предполагаем. Так удобнее думать, что мир достаточно прост, его можно легко описать, что в нем есть что-то только со знаком плюс или только со знаком минус. В нем гораздо больше оттенков, чем нам, может быть, иногда хотелось бы. В какой-то степени упрощая, как написал один из классиков современной антропологии Эриксон, можно сказать, что антропология предлагает два типа прозрения. Во-первых, эта дисциплина производит знания об актуальном культурном разнообразии в мире. В конкретных исследованиях могут анализироваться, например, роль фратрии или каких-нибудь родовых подразделений где-нибудь, скажем, на Северном Кавказе или в Западной Сибири, допустим. Мы можем заниматься изучением сложнейших техник изготовления орудий, допустим, пассивной охоты и запорного рыболовства у тех, кого еще не так давно мы называли примитивными обществами. Был такой период в истории этой науки. Мы можем заниматься разными религиозными феноменами, например, шаманизмом, который не что-то такое давнее, ушедшее, но вполне актуальное сегодняшнее. Можем изучать пищевые предпочтения, концепции гендера где-нибудь, не знаю, в культуре эскимосов. В общем, самыми-самыми различными вещами. Большинство из нас специализируется, и это можно объяснить, лишь на одном, максимум двух регионах. Очень сложно объять необъятное, реально необъятное. Но, как сказали когда-то российские классики этой дисциплины, этнограф, который знает один народ или одну культуру, не знает ни одной или ни одного народа. Ты должен иметь представление, по крайней мере, о нескольких, для того, чтобы уметь или иметь право рассуждать грамотно, обоснованно о том, что ты видишь в некой, условно говоря, в кавычках, своей культуре. Что еще? Мы предлагаем методы и теоретические перспективы, которые дают возможность исследовать, сравнивать и понимать разнообразные проявления человеческой природы. То есть, говоря иными словами, эта наука предлагает как то, о чем, так и то, с помощью чего стоит думать. И это не просто набор инструментов, это еще и особое ремесло. На этом слайде вы видите одно из возможных определений, но есть, в общем-то, и другие антропологии, и я скажу об этом подробнее. На заре XX века один из классиков, собственно говоря, может быть, самый-самый главный классик антропологии в США предложил так называемую тетраду, то есть четыре основных составляющих того, что с его точки зрения можно было называть антропологией. В широком смысле этого слова. Эта модель дожила практически до сегодняшнего дня. Она очень широко используется практически во всем мире для описания того, чем же вообще-то должен заниматься антрополог. Во-первых, это физическая или, как сейчас чаще говорят, биологическая антропология. Она изучает человечество в доисторическое время и эволюцию человека, но вообще-то и современные проблемы тоже. Проблемы связаны с адаптацией к социальным и природным вызовам, например, демографией, этологией, дерматоглификой, адаптологией и так далее и тому подобное, и многими другими проблемами, часть из которых, безусловно, известна и вам. Добавлю лишь, что в течение долгого времени физическая антропология изучалась также изучением рас. И, в общем, это один из сложных таких периодов в истории в целом нашей антропологической науки, потому что и после исследований генетиков, в особенности, и с развитием культурной и социальной антропологии все больше становится понятно, что раса не есть нечто реально существующее. Во всяком случае, на сегодняшний день это один из самых-самых, наверное, уязвимых концептов в антропологии. Но это при этом абсолютно точно социальная категория, потому что с ней можно играть, ее можно использовать в формировании собственной идентичности, ее можно использовать для зарабатывания, по крайней мере, социального капитала, каким-то образом пытаясь играть на тех или иных струнах и формируя те или иные сообщества. Благо, сейчас это все достаточно удобно делать с помощью среды интернет. Это, безусловно, и археология, которая входит в эту тетраду, наука, которая изучает по вещественным источникам далекое и относительно современное прошлое человечество. Это, безусловно, лингвистическая антропология. Иногда ее называют антропологической лингвистикой. Это наука, которая изучает способы коммуникации людей в их социальной жизни. И, наконец, это социальная, культурная или социокультурная антропология. Термин сложился из двух вариантов определения сути этой дисциплины. Культурная антропология – это термин, используемый в США, в некоторых других странах. Социальная антропология происходит из Великобритании, до некоторой степени, может быть, из Франции. Исторически между этими дисциплинами были различия, но сейчас они постепенно нивелировались, их даже сошли на нет. И, собственно, результирующая, как я уже сказал, это термин социокультурная антропология. Если основой социальной антропологии когда-то являлась социологическая теория, то культурная антропология выросла на более широкой теоретической базе. Повторюсь, сейчас эта разница уже практически незаметна. Сама социокультурная антропология тоже не является чем-то монолитным и единым. Постоянно рождаются новые методы работы с феноменом, имя которому человек, и все новые и новые направления в антропологии. Я назвал здесь, на очередном слайде, вы видите лишь некоторые из них. Но вот если поднапрячься, и, может быть, не обязательно самому, а с помощью своих коллег, которые сейчас присутствуют на этой лекции, я думаю, что мы сможем увеличить этот список, ну, наверное, в два, а может быть, в три раза. Если постараемся, то еще больше. Из того, что я не вижу на этой страничке, ну, например, не знаю, антропология насилия, антропология драгоценных камней. Я могу перечислять и дальше. Реально антропологией можно заниматься применительно ко всему тому, с чем так или иначе сталкивается человек. И в этом смысле это действительно реально максимально широкая социальная дисциплина. О том, что это социальная наука, я скажу еще чуть позже, и, может быть, немножко более подробно. Социальная антропология может быть своего рода микросоциологией, например, поскольку она изучает власть и социальные отношения на низовом уровне. Значительная часть дисциплины вообще-то является пограничной, как вы можете видеть даже из этого списка, с другими дисциплинами. Происходит сближение между антропологией и литературоведением, например. В некоторых разделах антропологии, где вопросы касаются человека и природы, укрепляется связь с экологией. Появляется, например, такая дисциплина, как антропоэкология, или раньше называлась она в стране этнической экологии. У экономики и психологии тоже есть пограничные территории с нашей дисциплины. А родство с историей, я думаю, многим из вас известно, потому что если вы учились или учитесь на историческом факультете, то, скорее всего, именно потому, что вы историки, вам и преподавался такой предмет, как основа этнологии, на первом курсе. Это распространено и в России, и в целом на постсоветском пространстве, где этнология или антропология понималась как историческая наука или вспомогательная историческая дисциплина. Философская антропология, например, ставит фундаментальные вопросы о том, что значит быть человеком. Визуальная антропология – это область аудиовизуального познания действительности, которая объемлет все средства трансляции культуры, включая рисунок, фотографию, музейную экспозицию, театр, медиа и кинематограф в первую очередь. Если мы обратимся, скажем, к городской антропологии, то нужно сказать, что это достаточно молодая субдисциплина, которая занимается вопросом о том, как социальная жизнь структурируется городскими контекстами и как она переживается в них. То есть практически все, что мы делаем в городском пространстве или даже вне городского пространства, но если мы его каким-то образом представляем себе, и говорить можно будет о городском образе жизни, например, то это вот ровно об этом. Мы здесь можем анализировать то, как пространство становится местами или, если угодно, не местами, как они влияют на жизнь человеческих сообществ, как на нее влияет скорость, потребление, масса иных феноменов, которые, повторюсь, раньше представлялись сугубо городскими, но сейчас они вышли далеко за пределы, собственно, города. Город и время неразделимы, и если, например, вы договариваетесь с кем-то, то почти наверняка фраза о том, если, ну, это не ваше поколение, это, наверное, поколение среднее или, может быть, мое, то мы бы договаривались, наверное, так, что мы можем встретиться, там, не знаю, или вернуться домой до программы «Время» или домохозяйки, наверное, могут договариваться, что они увидятся или, наоборот, закончат разговор до того, как начнется очередной сериал, и они знают, во сколько он должен начаться обязательно. Но ровно такое же можно услышать не просто в разных городах Земли, но и сейчас и за пределами городов абсолютно точно, потому что человек, который выходит, не знаю, уходит на охоту, на ближнюю охоту, он также может сказать, что он вернется к программе «Время». Я просто был свидетелем того, как звучала такого рода фраза в Южно-Сибирской тайге. Это считается абсолютно нормальным, потому что связь, интернет, телевидение распространяется и несет с собой те самые новые представления о времени, о скорости чрезвычайно широко. Когда-то мне нужно, например, было договариваться с людьми о том, что не нужно было точнее договариваться, что я просто заходил к ним в дом, это было где-нибудь, не знаю, там в той же Южной Сибири или на Сахалине. Можно было просто прийти к любому человеку, постучавшись в дверь, и не нужно было заранее ни о чем договариваться. Сейчас вспоминаю, это был, допустим, 98-й год. Прошло 10 лет, я оказался снова на Сахалине, это был 2008-й, и друзья, безусловно, были рады, что я к ним заглянул, но потом кто-то из них все-таки сказал, слушай, ты бы все-таки сначала лучше бы позвонил. Мы бы договорились, потому что у каждого темп жизни ускоряется, у каждого появляется миллион дел, люди начинают планировать, и не важно, что ты живешь не в городе, что ты относишься к обществу по сути охотников и собирателей, ты точно так же начинаешь планировать свой день, свою неделю, так, как это делает любой из нас или практически любой из нас в городе. Наука, о которой я пытаюсь говорить, является не просто социальной, она, я бы сказал, чрезвычайно социальная, социально ориентированная. Многое из того, что мы делаем, направлено на то, чтобы не только понять локальные сообщества, но и помочь им в реализации их права на собственный образ жизни. Не случайно поэтому появление такой дисциплины, как прикладная антропология, но вообще-то должен сказать, что в значительном числе стран, где есть этнология или антропология, наши коллеги лишены возможности либо проводить исследования в области прикладной антропологии, либо это связано со значительными сложностями, не буду говорить опасностями, хотя порой это действительно так. Одно из, да, вот это вот как раз на Сахалине требуем проведения этнологической экспертизы. Это была, наверное, зима четвертого, пятого годов, когда произошел разлив нефти у одной из фирм, которая является оператором на Сахалине. И люди вышли на трассу, перегородили ее и стали требовать того, о чем они не имели ни малейшего представления. Но поскольку защищаться больше нечем, а термин этнологической экспертизы странным образом в конце 90-х годов попал даже в наше российское законодательство, то это была своего рода соломинка, когда люди пытались, ну, хоть как-то защитить себя, свои права, свои интересы, свои земли в конце концов. Прикладная антропология безусловно гораздо шире, чем я только что пытался сказать, ведь не обязательно ждать, когда на твои земли, на земли твоих предков придет какая-то фирма, которая будет делать дриллинг, в смысле там найдет залежи нефти и сделает маленькую-маленькую дырочку, которая приведет к поистине каким-то катастрофическим последствиям, поскольку туда нужно будет провести дорогу, там надо будет поставить скорее всего либо какой-то завод, который будет конденсировать эти добытую нефть, либо ее каким-то образом перерабатывать, отправлять куда-то дальше, она будет по дороге проливаться, в реках станет меньше рыбы, ну и так далее, и так далее. Но ведь можно на самом деле нарушить хрупкое существование любого человеческого сообщества, неважно, будет какой-нибудь лосийный остров в Москве или священное озеро где-нибудь на Таймыре, например. Можно просто издать плохой учебник, можно издать учебник для детей, которые так сложилось, они представляют один из десяти или двадцати диалектов, а ученые ошиблись, и в качестве литературного выбрали не тот диалект, и ребенок будет вынужден учить дополнительный чужой, по сути, иностранный язык. И ребенок всю жизнь прожил в Яранге, в Чуме, в Тайге, и он получает новенький учебник, и на нем нарисован Кремль. Я не хочу сказать, что это плохо, не подумайте, пожалуйста, но в данном случае абсолютно точно происходит в голове, ребенок наверняка испытывает культурный шок, некий когнитивный диссонанс наверняка происходит, потому что те типы жилища, окружающей природы, в которой ты вырос, и ни о чем другом пока не имеешь представления, особенно это было в случае отсутствия интернета и телевидения, и вдруг ты видишь на картинках в учебнике большие каменные дома, то явно у тебя в голове происходят какие-то своеобразные процессы, и никто не может сказать, здесь нужен психолог, не я, к чему это может привести в дальнейшем, то есть планирование должно быть на всех уровнях любой административных, любых административных решений, любой административной работы, в том числе и в языке, без языкового планирования, например, совершенно невозможно работать не только в школах, ну вот представьте, если бы у вас в телефоне, ну вы явно не застали тот период, когда вау, это было круто, в Нокии было интерфейс на восьми языках, я помню это, это было просто потрясающе, восемь языков, удивительно, сейчас, я не знаю, наверное, там сотни, да, скорее всего, то есть любой язык ты можешь выбрать, там, амхара, может быть, кечуя, даже там, не только русский, какой угодно, абсолютно, но вот если бы этого не было, если бы в интернете и в программах у вас, у нас не было бы русского интерфейса, если бы пришел умный дядя, который, это вот реально та же самая ситуация, как мы часто приходим, желая добра, видимо, куда-нибудь на периферию и говорим, что, слушайте, зачем вашим детям нужен родной язык, они, ну мало того, что это тяжелый учебник, он сам по себе там лишние полкилограмма будет таскать в сумке, это будет восьмым уроком, ребенок уже устал, ваш язык все равно не настолько развит и приспособлен к отражению современной действительности, ну что у вас там три тысячи слов, посмотрите, вон в словарике, другого словаря вообще не существует, и родители скажут, да, да, обязательно, мы не хотим напрягать наших детей, пусть они лучше учат русский язык, а теперь представьте себя на месте этого меньшинства, когда к вам придут и скажут, ребят, слушайте, ну посмотрите, в русском языке 200 тысяч слов всего лишь, да, кстати, я не вру, возьмите любой большой словарь, самый большой, в нем 200 тысяч слов, а в английском, мы же знаем, там 500 тысяч слов, есть специальные исследования на тему о том, что русский язык, он просто категорически не пригоден для того, чтобы использоваться в научной среде, как научный язык, он не приспособлен, и что-то еще я вам буду говорить и с позицией сильного, да, и вам останется просто согласиться, значит, ну лишь только потому, что, а, я не договорил вам всю правду, в институте русского языка в Пушкинском доме хранится картотека русского языка на 500 тысяч слов, она расписана на карточке, ну просто словарь этот не издан, я могу еще что-то вам не договаривать, и как бы благие цели с далеко идущими политическими какими-то задачами, они могут привести к тому, что вы скажете, как те родители где-нибудь, я не знаю, на Амуре, да нет, зачем, не надо нам нашим детям этот язык, мы лучше будем вот изучать основной язык, и дети не будут говорить с акцентом, и все будет очень хорошо, при том, что было проведено значительное количество, и это я не Россию ругаю, и не ситуация у нас в стране, потому что реально все то же самое происходит, и в США, и в Канаде, это абсолютно одинаковая ситуация, при том, что и у нас, и там проводились специальные исследования антропологами, которые доказывали, что два или три языка с самого детства дают гигантские преимущества ребенку, который начинает учиться лучше по всем предметам, проводились обследования среди, исследования среди эскимосских детей, которые наголову опережали своих одноклассников, которые знали либо лишь французский, либо лишь английский язык, либо оба языка, допустим, но не знали инуитского. Если всем этим не заниматься, то, в общем, ну, безусловно, есть шанс, что государство с нашей помощью, или точнее, без нее, наделает огромное количество осознанных или неосознанных ошибок, и, в общем, это одна из тех полян, на которые антропологи очень и очень нужны, как мне представляется. Это своего рода такое общее введение в то, чем примерно занимается антропология нынешняя. Но я хочу сказать еще, у меня есть полчаса, наверное, может чуть больше, еще и о том, чем пользуется антропология в попытке подготовить качественные кадры. Скажу об учебниках, книгах, которыми мы пользуемся, о тех институтах или университетах и кафедрах, где это знание преподается. Ну и потом, может быть, мы еще порассуждаем недолго, зачем мы вообще нужны на этом белом свете. С учебниками все очень сложно. Более сложно, чем, не знаю, я не очень хорошо представляю, какова ситуация в науке, если говорить об естественных науках, но вот в том, что касается социальных науках и гуманитарных, то в них, мне кажется, у антропологии самая сложная задача при создании учебников. Я не случайно привел здесь высказывание одного из лидеров современной социальной антропологии Тима Инголда, о том, что люди не контейнеры наполненной информацией. Когда я читал лекции своим студентам и в РГГУ, и в МГУ, и в Венском университете, где-то еще я читал в Шимкенте, я им всем говорил, слушайте, ребята, учебников нет, но все просто. Ну, давайте, в принципе, я понимаю, что учебник нужен, как бы, пишу довольно быстро, то есть, ну, чтобы написать книгу, когда у тебя в голове есть материал, сейчас материал можно собирать довольно быстро, когда у тебя есть опыт. Ну, мне нужно, наверное, месяца два, ну, месяц, наверное, еще понаблюдать это поле. Давайте так, только договоримся, вы не двигаетесь три месяца, сидите на одном месте, не моргаете, не дышите, а я буду собирать с вас материал, делать картинку, потому что, чтобы что-то описать, это нужно, условно говоря, ну, в переносном смысле, да, это нужно убить, как бы, сфотографировать, чтобы оно не двигалось, и дальше уже можно спокойно описывать, иначе сложно, но это же невозможно. Тут же появляются улыбки на лицах, и так проще становится объяснять, что задача практически невыполнимая. И все же учебники, как ни странно, существуют, построены, правда, они немножко по другому принципу, они описывают либо какие-то базовые концепции, рассматриваемые в исторической динамике, применительно к той или иной субдисциплине антропологической. Это может быть, например, как в случае с работой Белика о психологической антропологии, соотносительно недавней монографии Криса Хана и Кейта Харта об экономической антропологии и так далее. Иногда, впрочем, бывают и попытки описать что-то в целом, но это, я бы сказал, учебники для первого класса, но, наверное, для старшей школы или, может быть, для самого-самого первого курса бакалавриата. Это как учебник Эриксона, «Что такое антропология?» Потрясающе написанная книга, легко очень читается, и я всем ее настоятельно советую для того, чтобы просто включиться в то, чем сейчас живет эта дисциплина, проследить основные исторические этапы ее становления и уловить какие-то основные концепты. Или, скажем, вот был уже давнишний, 20 лет назад вышел учебник этнологии в Германии под редакцией Томаса Швайцера и еще ряда коллег, где описаны просто современные направления в этнологии. Это просто немецкий термин, так же, как у нас в России часто используется этнология вместо социальной или культурной антропологии, хотя понимается одно и то же. Но это краткие очерки. Вся учеба, как правило, во всех странах, в которых мне удалось побывать, в Западной Европе в частности, строится примерно одинаково. Студенты читают, читают и читают. Когда на своих занятиях я пытался объяснять студентам важность изучения иностранных языков, в частности английского, я говорил так, слушайте, ребят, никуда не деться, 90% всей антропологической литературы в мире написана английском языке. Если вы хотите стать антропологом, вам придется читать по-английски, деваться некуда. Мой коллега Петер Швайцер, который долго очень отработал на Аляске, австриец, и потом вернулся к себе на родину, в Вену, первое время он героически пытался на немецком языке читать своим студентам эти курсы. Он год продержался, потом понял, что это абсолютно невозможно, потому что ему всякий раз приходится переводить те или иные концепты, которые существуют, или термины. Только на английском языке приходится переводить все это на немецкий. И это двойная работа, которая не имеет смысла, поскольку, во-первых, все владеют английским так и так, и, во-вторых, дальше им придется все равно писать, если они хотят стать международными исследователями, все равно придется писать на английском. Он говорил немножко по-другому. Ну, процентов 70, наверное, все литературы по антропологии написаны на английском языке, так что вам придется, ну и дальше вот ровно то же самое, что говорил, что приходилось говорить и мне. Кроме учебников вот такого рода есть энциклопедии, и я хотел бы обратить ваше внимание на прекрасную энциклопедию двенадцатитомную, которая вышла в восемнадцатом году в издательстве Уайли. Есть смысл каким-то образом надавить на вашу библиотеку и на ректорат и сделать либо подписку, либо выписать в твердом виде все эти двенадцатомов. На сегодняшний день это наиболее актуальное современное знание по антропологии, которое только можно представить. Есть прекрасная хрестоматия, по которым тоже можно учиться, и вот как показывает опыт целого ряда кафедр, в том числе и у нас в стране, преподавание ведется действительно не по учебникам, а по такого рода хрестоматиям, в которых в историческом развитии, в контексте показано то, как развивалась та или иная субдисциплина в антропологии, будь это антропология религии, лингвистическая антропология, антропология образования и так далее. Оставим в стороне книги, которые следует читать. Коротко просто скажу, что вот здесь список из полусотни имен по состоянию десятилетняя давность, не самый свежий список. В нем значительное количество, во-первых, наших здесь, к сожалению, нет, во-вторых, в нем значительная часть это философы и в общем это по сути отражение того, чем является сегодняшняя антропология. Если мы хотим работать на современном уровне, то нам придется действительно много читать и читать не только о том, что если вы, например, занимаетесь, я не знаю, чем вы хотите заниматься, там, какого-нибудь головного убора у какой-нибудь этнической группы. Наверное, это интересно, если правильно сформулировать проблему, но если вы не впишите это в контекст антропологических дебатов сегодняшнего дня, то ваша работа останется на местечковом уровне и это, наверное, не очень хорошо. Есть еще несколько кирпичиков, о которых я коротко скажу. Кирпичиков того здания, которое мы называем антропологией. Это институты, это кафедры и это журналы. Раз уж у нас введение, то давайте я коротко об этом пытаюсь сказать. Институтов академических довольно много в мире. Я назову лишь два, один из них наш, другой крупный институт в Европе. Наш, ну просто потому, что мы здесь живем. Это институт этнологии и антропологии Российской Академии Наук, институт в Москве, когда-то с филиалом в Ленинграде, Санкт-Петербурге, сейчас там самостоятельный институт под названием Консткамера в Санкт-Петербурге. И второй институт, это институт этнологических исследований, если по-немецки, а если по-английски, то институт социальной антропологии, который находится в маленьком городке Галле в Восточной Германии на речке Зааля. Чтобы было понятно, как устроена эта наука, я покажу структуру этих институтов и, наверное, будет чуть понятнее, как устроена наука, скажем, у них и у нас. Если в Институте социальной антропологии, ну, просто, как говорил один персонаж в фильме «Квартета», и просто поверьте мне, это один из лучших институтов академических в мире, институтов социальной антропологии. Если этот институт делится на такие департаменты, как право и этнология, просто вслушайтесь, резилинс, я не знаю, кто по-английски специалист, резилинс, тот же самый термин, что-то типа сопротивления, сопротивляемости, устойчивости и трансформация в Евразии, интеграция и конфликт, как учатся террористы, портовые города в Индийском океане, и речь идет о связях вообще этих сообществ, то мы сразу понимаем, что здесь наука строится по проблемному принципу. Сами департаменты крупные формируются именно вокруг некой проблемы. Там есть некий директор, там есть исследовательский план, есть сотрудники и собственно вся инфраструктура она строится, нацелена на выполнение вот этой научной темы. Если мы посмотрим на Институт этнологии и антропологии Российской Академии наук, то обратите внимание, есть отделы, построенные по этническому и региональному принципам. русского народа, севера и Сибири, Кавказа, Америки, Средней Азии, азиатских и Тихоокеанских исследований. Примерно половина в общем-то, и это тоже хорошо, строится вокруг неких не то чтобы проблем, но направлений исследований. Это этнополитические исследования, например, европейские, кросс-культурная психология, допустим, это гендерные исследования, медицинская антропология. И все-таки, как мне представляется, это такая более традиционная структура по сравнению с тем, что мы видели на картинке в случае с Институтом социальной антропологии в Галле. Есть попытка изменить эту ситуацию за счет создания неких рабочих групп. Вот, например, сейчас у нас в Институте есть для оперативных таких решений ответов на современные вызовы, которые есть в обществе. У нас есть 3D-центр, группа городской антропологии, группа истории, группа изучения этнокультурного разнообразия Китая, исследования социального воздействия проектов, антропология инвалидности. Я надеюсь, что в ближайшее время появятся такие группы, как, например, антропология ислама. Может быть, что-то еще будет интересное. Скорее всего, как мне представляется, институт действительно мобильный, актуальный, современный должен иметь не только какие-то постоянные подразделения, где будут заниматься извечными проблемами науки, неважно какой, но и те подразделения, которые смогут оперативно, получая гранты или какую-то иную поддержку финансовую, смогут решать оперативно те задачи, которые сейчас стоят перед обществом. Я не удержусь и все расскажу, что, например, в институте долгое время и в целом стране была нацеленность на изучение этносов, этнических процессов. Все 70-е, 80-е годы эта наука занималась именно такого рода вещами. И, в общем, я не хочу сказать, что распад Советского Союза или развал Советского Союза, я не сторонник того, чтобы он сохранялся, по крайней мере, в том виде, в котором был. Но мне кажется, что в этом сыграло свою роль и то, чем и как занимался институт вот в эти 70-е, 80-е годы. То есть с холастикой, которая в итоге не позволила увидеть какие-то реальные процессы, которые происходят в обществе. Мне кажется, что мы пытаемся в данном случае речь не только и даже, наверное, не столько об институте, сколько в целом о том, что происходит в отечественной этнологии. Мы пытаемся заниматься чем-то похожим сейчас и дальше. После того, как мы успешно научили власть произносить слово этнос, мы теперь научили ее верить в правоту цифр. Я говорю об этносоциологии. Мне все время кажется, что, пытаясь и дальше кормить администрации, чиновников цифрами, за которыми как бы скрываются, которые как бы отражают какие-то процессы, мы идем по какому-то похожему пути, который уже однажды плохо прошли в 70-е и 80-е годы. Но это так, размышления, которые больше адресованы, наверное, к взрослым моим коллегам, которые сейчас меня слушают. Остается не так много времени, и мы попробуем быстро пройтись по остальным кирпичикам, о которых я обещал сказать. Когда-то в Советском Союзе было четыре кафедры этнографии, и все об этом знали, и если ты хотел стать специалистом в этой области, ты должен был учиться на историческом факультете на кафедре этнографии либо в Тбилиси, либо в Киеве, либо в Москве, либо в Ленинграде. Все, список на этом заканчивается. Но шло время, и где-то, наверное, в 70-е годах, если не путаю, появилась еще одна кафедра с более сложным, чем просто этнография, названием в Омске. Кафедра стала пять, но затем Советский Союз закончился, кафедры трансформировались, что-то перестало существовать, что-то оказалось за пределами России. Но затем в 2000-х годах был утвержден некий образовательный стандарт под названием антропология и этнология. появились специальные кафедры, есть бакалавриат и магистратура в РГГУ, например, в Казани, в Омске, Томске, в Орловском университете. Есть интересные магистратуры, в частности, в Европейском университете, в Санкт-Петербургском университете. Есть попытка создать собственную магистрскую программу на историческом факультете в Дальневосточном университете. Разные все, по сути, кафедры и программы подготовки. не собираюсь агитировать вас поступать куда-то конкретно, но просто пару программ я все-таки успею актеризовать. Есть, безусловно, факультет антропологии в Европейском университете. Чрезвычайно интересный, важный, но если вы присмотритесь внимательно к тем курсам, которые предлагаются, например, в магистратуре в качестве обязательных или курсов по выбору, вы обнаружите значительный процент того, что связано с языком. У меня есть объяснение для этого, но это отдельная история, просто есть смысл посмотреть и увидеть, что язык в разных его ипостасях или фольклор занимает здесь, наверное, 40-50% от общего списка всех курсов. То есть здесь есть некий явный абсолютно крен в сторону лингвистики и фольклористики. Хорошо это или плохо решать вам, то есть в принципе это точно также может быть задействовано в антропологии и исследоваться антропологическими методами, включено в сферу исследования антропологов. То есть в принципе здесь особых нарушений никаких нет. в течение 15-20 годов как мне представляется, на самом деле мне можно не верить, потому что в это время я там работал, одна из самых симпатичных программ по антропологии существовала на ИСТФАКе в МГУ, но она не имела отношения к программе антропологии и этнологии в том виде, как это было утверждено в качестве стандарта. Здесь это что-то вроде специализации или как-то так, но по начинке, по количеству предметов собственно антропологических в общем мне кажется, что это было одно из самых приличных мест для обучения тому, что вообще должен был знать антрополог. Здесь, впрочем, сложно давать какие-то оценки на фоне страны, ну, наверное, да, это было неплохо, может быть, одна из лучших программ. Но я просто все время с улыбкой вспоминаю то, какую оценку, когда я вводил только эту программу в 2014 году для того, чтобы с 2015 года начать ее реализацию, показал своему коллеге, у которого огромный опыт работы в Соединенных Штатах Америки и именно в области антропологии. Вот, поскольку он, как и я, сибиряк, то он так посмотрел на это все, усмехнулся и позволил себе такой этот диалектизм. Говорит, это что? Это говорит ПТУ. Не надо расшифровывать, да, профтехучилище или вот как это сейчас, наверное, называется колледжи. То есть, по сравнению, например, с американской программой антропологии, это самый-самый-самый начальный уровень, с которым, не который ты получаешь, ну, там не называется магистратура, а это постградуэт стадии, который ты получил на начальной стадии обучения и с этим базисом ты уже идешь в то, что соответствует нашей магистерской программе, где тебя учат чему-то уже на более высоком уровне. Не обижайтесь, но вот пока примерно такое соотношение у нас, у них. Это я не к тому, что надо кого-то догнать или перегнать, но просто мне кажется, что надо порой отдавать себе отчет в том, где ты находишься для того, чтобы решить вопрос о том, что делать дальше. Программ, если мы возьмем, скажем, Великобританию, то там более сотни программ обнаружим высшего образования, которые включают социальную антропологию куда-либо в качестве основного компонента, либо одного из двух компонентов. Там есть несколько категорий программ, и в общем это тот вариант, который, наверное, характерен для всех стран, где антропология занимает существенно большее место, чем, к сожалению, это есть у нас. Это пример из города, в котором я как-то тоже читал курс семестровый для магистрантов. Это вот в шутку. Если этот курс читается в немецкоязычном пространстве в университете, но читается в магистратуре, то на каком языке он должен читаться? И правильный ответ, конечно же, будет на английском, потому что в магистратуре по антропологии обучение идет на английском языке вне зависимости от того, в какой стране это происходит. Тоже достаточно своеобразное здесь построение того, что и как изучают в магистратуре обучающиеся. Есть и региональные компоненты, но очень много внимания, в отличие от нас, уделяется теоретическим исследовательским полям, методам работы, обучению тому, как читать, как понимать и как писать свой собственный текст. Это действительно очень важно и, в общем, как мне кажется, это дает свои результаты. Есть еще один важный кирпичик, потому что хорошо, мы что-то учим, изучаем, ездим в экспедиции, собираем материал, потом что-то пишем, а что мы пишем и для кого. Значительное место наших публикаций занимает не только книги, это действительно важно, но и журнальные публикации, потому что это более такой, не знаю, более быстрый способ представления своих первых результатов и их обсуждения, который принят в принципе вообще в целом в современной науке. Ты должен публиковаться для того, чтобы тебя читали, не для того, чтобы реализовать только собственные амбиции, но и для того, чтобы тебя читали, чтобы ты получал какой-то фидбэк, потому что если ты будешь вариться в собственном соку, ну и хорошо, пиши книжки, клади их под подушку, читай ночью по ночам при свете фонарика и будь доволен. Но это, наверное, не самый продуктивный путь, потому что он абсолютно точно не приведет к теоретическому развитию в этой дисциплине. Есть различного рода рейтинги, которые оценивают журналы по тому, насколько они хорошие. Я просто одну хочу сказать вещь, коротко, что если мы возьмем антропологические журналы, кстати, если вы будете смотреть их вот в этом рейтинге, который называется Саймага, не забудьте, что антропологию надо искать не среди гуманитарных, а среди социальных наук. вы обнаружите, что примерно поровну 120-130 где-то журналов высокорейтинговых это американские журналы и примерно столько же это британские журналы. Все остальное исчисляется либо на пальцах одной, ну максимум двух рук. Это журналы, которые издаются в других странах мира по антропологии. Если мы посмотрим на ту поляну, которая существует у нас, то в общем-то журналов антропологических не так много. Я назвал здесь наверное сколько, 4-5 журналов из числа тех, которые есть смысл читать достаточно регулярно для того, чтобы представлять что и как анализируется в нашей стране в области антропологии, о чем люди пишут. Этнографическое обозрение, сибирские исторические исследования, социальная эволюция и история об империю. Есть новосибирский хороший журнал по археологии и этнологии Евразии. Если вы посмотрите на рейтинг журналов, которые сейчас реализуются у нас в стране, то в общем в первых 15 вы обнаружите и за прошлый год, и за позапрошлый лишь по 3 журнала, которые специализируются в какой-то степени на антропологии. Какие-то из них остаются и перекочевывают из рейтинга в рейтинг, а какие-то спускаются вниз. И в общем выбор, я бы сказал, в принципе, не настолько уж и большой. Я недавно обсуждал с одной из своих коллег, много ли у нас антропологических журналов. И в общем, если смотреть по количеству тех, кто занимается этой наукой, то мне кажется, что у нас этих журналов, ну, наверное, на порядок меньше, чем должно было бы быть. Когда эта ситуация изменится, сказать очень сложно. Проблема еще и в том, что значительная часть наших журналов, обратите внимание, когда вы будете, это речь идет о тех, кто хочет включиться в науку и заниматься активно. Когда вы будете выбирать журналы, где нужно публиковаться, посмотрите все-таки, что это за журнал. Как правило, большая часть вестников, журналов с названием Вестник или чем-то из Вести, чего-нибудь или какого-нибудь университета, это, как правило, локальные журналы. Я не хочу использовать термины местечковые. Ну, вот есть такой нейтральный термин локальные журналы, поскольку почти все или подавляющее большинство авторов, которые в нем публикуются, они происходят из той же организации, относятся к той же организации, где издается журнал. Чем меньше их и чем более международный состав журнала, тем он лучше, он более качественный. Там больше шансов у вас получить гораздо большее количество претензий, замечаний на стадии подготовки рукописи к изданию. И от этого будет, собственно, всем лучше. Выиграете вы, выиграет журнал и выиграет научное сообщество, как мне представляется. Когда-нибудь так и будет. Наверняка все увидели картинку Homeless to Harvard. Был в свое время такой фильм, он, правда, как и положено, в Голливуде закончился хэппи-эндом. Моя коллега, которая защищала у меня здесь кандидатскую диссертацию, не так давно получила степень PHD в Оксфорде, рассказывала мне интересные истории о бездомном PHD, который живет в Оксфорде, которого все знают, которого периодически все подкармливают, который живет на улице. В общем, перспективы открываются самые различные. Впервые я об этом узнал, когда прожил полгода в Тюльне в 98-м году, где я увидел, как меняется в лице человек, доктор наук, ну, или там это называется хабилитация, который не выиграл место профессора. Если ты не профессор, доктор наук, то у тебя есть все шансы, ну, даже можно не покупать хорошую там лопату или метлу, потому что тебе это выдадут по месту твоей работы, то есть ты спокойно можешь идти в дворники, ну, впрочем, можно идти мыть окна где-нибудь там в ресторане, можно еще заниматься каким-то общественно полезным трудом. И тогда стало понятно, что, в общем, академическое сообщество живет в каком-то таком своеобразном напряжении, которого тогда не было у нас в стране, то есть тогда не было ни зарплат, но не было и напряжения по поводу того, что ты потеряешь работу и не будешь получать эти свои три копейки. То есть перспектива остаться безработным есть, но я вот что хочу сказать, завершая свой такой спич, который, по-моему, мне кажется, должен завершиться на какой-то позитивной ноте. Вы наверняка не сталкивались, ну, по крайней мере, не занимались подсчетами, сколько и где, на каких кафедрах этнографии учатся у нас студентов. Давайте я, наверное, закрою эту презентацию. Надо как-то остановить демонстрацию. Да. И вернусь к вам целиком. Наверняка не пытались подсчитывать, конечно же, сколько и где студентов учатся на каких кафедрах этнографии у нас в стране. Мне приходилось заниматься этим для того, чтобы просто сориентироваться, насколько большой этот рынок услуг и вообще подготовки кадров. я хочу сказать, что много, и это хорошо, когда приходит 10 человек в магистратуру, ну, и, скажем, 10 или 15 человек в бакалавриат. Ну, умножьте это, соответственно, на 3, потом еще на 2. То есть, где-то, когда на кафедре учатся 80 человек, то, в общем, это, наверное, хорошо. Но это реально хорошо, потому что в МГУ было порядка 100 человек, и это считалось много. На некоторых кафедрах от 40 до 50 это тоже считается неплохо. Я в качестве примера назову два университета, где порядок цифр совершенно иной. В бакалавриате в Институте этнологии в Тёльне учатся 900 студентов. Я не оговорился, 900. И этого мало в сравнении с университетом Вены, где в бакалавриате учатся 1800 студентов. В магистратуре существенно меньше, 250. Абсолютно несравнимые цифры с тем, что мы имеем здесь. И вы скажете, о, отлично, это будут претенденты на Homeless to Vienna or Cologne. Нет, неправда, потому что существует огромное количество прикладных проектов, проектов развития, которые, в случае для Тёльна будет актуальна такая территория, как Африка, в которых ты можешь участвовать, потому что если ты антрополог, если ты закончил эту кафедру, то ты абсолютно точно знаешь не только, ну, в случае с Тёльном понятно, там ты с детства знаешь, помимо своего, если повезет, Кёльш, еще и знаешь нормальный немецкий, французский и английский, ну, просто потому, что все его знают, то есть у тебя с детства четыре языка, как минимум, ты обязательно знаешь еще и какой-то африканский язык, может быть, даже не один, соответственно, ты прекрасный специалист, слушайте, я помню, как в Тюбингене мне плакался мальчик, он из бывших наших, из России, он говорил, Дмитрий Анатольевич, слушайте, я первые два года, он студент был кафедрой этнологии, института этнологии, я думал, что первые два года я просто умру, потому что каждый день, вот каждый божий день, помимо того, что у него и русский свой, который мы засчитали в качестве второго иностранного языка, чтобы поступить на этнологию, и прекрасный английский, и прекрасный немецкий, каждый божий день я должен был читать по 200 страниц на английском языке, каждый день, и это было, вы знаете, как легко стало на третьем курсе, все стало очень легко, хорошо, понятно, свободно, по-другому, видимо, не бывает, это похоже немножко на армейского муштру, извиняюсь за такой пример, но, в общем, порой это дает хорошие результаты. Антропологи активно идут в менеджмент, если это, скажем, Северная Европа, то я абсолютно точно знаю, я знаком с этими людьми, с женщинами, которые работают антропологами в войсках, антрополог идет в любого рода организации, потому что ему можно доверить набор персонала, работу с персоналом, организацию социальной работы. Если это медицинская антропология, это особая отрасль, безусловно, в антропологии очень сложная, то это люди, которые могут объяснить, почему люди, для которых ислам что-то значит, то, скорее всего, женщина придет на прием к врачу, если речь идет о беременности скорее всего со своим супругом и нужно будет обязательно допустить их обоих на консультацию, если это будет какая-то проблема с прививками и речь идет о человеке из, я не знаю, в Швеции, кто там может быть, из Сомали, допустим, то наверняка сначала вам придется объяснять ему, что укол он хотя и наносит какой-то вред коже и есть некое проникновение внутрь, все-таки это не будет прямой контакт с теми духами, которые будут против этого и попытаться, я не знаю, придумать, соврать, объяснить, сказать правду для того, чтобы спасти этого человека, то есть каким-то образом его надо убедить, что ему не нанесут вред исходя из тех представлений, которые есть не у вас, а у него в голове, это один из важных принципов вообще современной антропологии, не буду забивать голову терминами специальными, когда нам следует смотреть на то общество, которое мы наблюдаем не со своих позиций, не пытаться объяснить его своим языком, исходя из своих представлений о мире, а попытаться встать на точку зрения этого сообщества. У нас был такой хороший, иначе скажу, был такой известный китайский этнограф Сергей Михайлович Широкогоров, действительно так, который первым, мне кажется, додумался до того, до чего дошла сначала лингвистика, а потом антропология у наших западных коллег, где-то, наверное, спустя полвека. Сергей Михайлович Широкогоров предложил рассматривать, правда, это было на узком примере, шаманов в ивенкийском сообществе, в тунгусском сообществе, никак душевно или там психически больных людей, людей с какими-то отклонениями, а как некую норму, он называл это автонормальностью, английский термин не помню, по-немецки автонормалитет, исходя из того сообщества, в котором действует этот человек, который нужен этому сообществу, он абсолютно нормален, он четко вписывается в те культурные требования, которые это сообщество ему предъявляет, культурные и социальные, и если мы попытаемся его уложить в психушку, просто потому, что он нам кажется каким-то странным, то, в общем, мы не правы, как минимум. Это один из тех принципов, до которого антропология долго и упорно шла, но, в общем, мне кажется, на сегодняшний день это является нормой в подходах нас к тем людям, за которых мы в какой-то степени отвечаем, как мне представляется. Вот, наверное, и все. То есть, я хочу сказать, не могу сказать, что bright future, то есть, что впереди у всех тех, кто выбрал антропологию, будет светлое будущее, но то, что общество, может быть, даже пока не осознавая этого, я говорю о нашем обществе, нуждается в наших услугах, это абсолютно точно. Сколько времени пройдет, не знаю, но судя по тому, что сейчас происходит и в области того, что называется этнологическая экспертиза, все больше и чаще антропологов пытаются привлекать к решению каких-то вопросов, которые, ну, как ты объяснишь еще крупной фирме, зачем ты им нужен, если речь не идет о многомиллионных убытках. Я просто помню, вот, я показывал картинку, это была акция «Зеленая волна» на Сахалине, где люди требовали этнологической экспертизы, наверное, запомнили. Тогда же, это был декабрь 2005 года, еще до того, как начались какие-то акции, возможные акции протеста по отношению к компании BP, а вы знаете, что «Бритиш Петролиум» нельзя говорить, это нехорошо, это пахнет колониализмом, а они светлые, зелененькие, чистые, экологичные, надо говорить BP. BP сами прибежали, не хочу сказать, ко мне, но, в общем, прибежали ко мне и к моему коллеге и попросили написать им политику по отношению к местным локальным сообществам, потому что те суммы, которые теряла на Сахалине соседняя компания, я просто со страху забыл, и, собственно, это было то время, когда еще таких денег сложно было представить, там в сутки народ терял какие-то миллиардные цифры, и, в общем, я думаю, это вот тот аргумент, который срабатывает в диалоге и с властью, которая в любом случае не хочет каких-то социальных потрясений, и с промышленными компаниями, которые не хотят терять возможную прибыль, я думаю, что, вот, возможно, использование такого рода языка в диалоге, наверное, будет помогать нам проще находить место и на рынке труда, ну, и в целом в том обществе, о котором мы радеем. Я извиняюсь, что так коротко и галопом по Европам или Америкам, наверное, но, по-моему, я выбрал час-десять минут и буду рад, если смогу ответить хотя бы на пару ваших сложных вопросов. Спасибо вам огромное за внимание. Спасибо. Большое спасибо вам, Анатолий Анатольевич. У нас действительно остается время на вопросы. Пожалуйста, я прошу вопросы задавать. Степан, у нас в чате вопросы, да, были? Надо посмотреть в чат. Или присылали, присылали, присылали. Да, я могу озвучить. Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич, за рецепт. Было безумно интересно. Хочется задать вопрос от одного из наших магистрантов, Анны Волковой. Вы говорили об уязвимости расовой концепции, и вот очень интересно назвать, в чем же на современном этапе эта уязвимость. очень коротко, совершенно в двух словах, в том числе и потому, что, и я не боюсь это говорить, в том числе и потому, что я не специалист в области биологической антропологии. Для меня, как, извиняюсь, не знаю, этнографа, этнолога, социального антрополога, раса безумно интересна, как социальный конструкт, как то, что может быть использовано, БЛМ, одно из возможных вообще, один из тех феноменов, в котором концепт расы был задействован, как мне представляется. И мне бы, если бы я этим занимался, мне бы это было бы интересно именно с точки зрения социальной антропологии, как и почему задействуется представление об этом феномене, неважно реальном или условном, для того, чтобы заработать некий социальный капитал. Вот. То, что касается собственно биологической части этого термина, то я не буду говорить ни за, ни против. Есть два представления о расе. Это то, что не подтверждается исследованиями генетиков и, соответственно, это не существует. Это один вариант всей исследования в отношении рас, измерений живых людей. либо практически полностью невозможны, либо вынесены за пределы социальной антропологии в значительной части земного шара. Есть другой вариант, тот, который сохраняется, в частности, и в России, где измерения людей, живых в том числе, возможны, где на этом основании строятся какие-то гипотезы, теории, и получаются какие-то выводы. я не хочу сказать, обоснованные или необоснованные, но этот вариант по-прежнему продолжает существовать. Как скоро два подхода к расе войдут в абсолютный клинч, я пока сказать не могу, но я просто знаю по своим коллегам, антропологам, биологическим, что если это не публикации в соавторстве с зарубежными коллегами, для которых они предоставляли какой-то сравнительный материал, либо костный материал, то, как правило, они сами по себе при попытках опубликоваться испытывают, я мягко скажу, значительные сложности. Это не тот язык, который используется на большей части антропологического пространства Земли, как мне представляется. Спасибо. Если коротко, то так. Спасибо большое. Спасибо. Можно вопрос? Да. Добрый день. Алексей Юрьевич, рад вас видеть. Да, здрасте, я вас рад видеть. Я не сразу успел подключиться, о чем немножко жалею. Заведующий сектором социальной антропологии, но как историк изначально я, безусловно, не могу не задать очень актуальный вопрос в продолжении того, о чем вы уже говорили, о наших традициях изучения этнографии, этнологии и так далее. Как вы видите сегодня перспективы вот именно в российских условиях взаимодействия дисциплинарного социальных антропологов и историков, ну, в широком смысле слова, что кроме этнической, изучения этнической истории, может быть предметом вот такого перспективного и научно значимого эвристического взаимодействия этих дисциплинарных областей, которые все больше и больше специализируются, все больше эмансипируются друг от друга. Спасибо огромное за вопрос. Проще всего сказать, я не знаю ответ, но я могу немножко порассуждать. ваше мнение. Да, конечно. В бытность на ИСТВАКе МГУ я постоянно говорил студентам, что мы делаем вид, что занимаемся описанием табуреток и изучением истории русской панёвы с древнейших времён до наших дней, а коллеги по факультету делают вид, что нам верят. Примерно, ой, что-то у меня мелькает на экране, примерно так строились наши взаимоотношения. Факультет не вмешивался в ту антропологию, которую мы делали на кафедре. Коллеги, я мелькаю только у себя на экране? Везде мелькаете, но слышно. Хорошо. Давайте я отключу видео и оставлю звук на какое-то время. Сейчас вернусь, попробую. Хорошо. Вы знаете, сложно. Процесс, то, что существует историческая этнология или историческая антропология, для никого не секрет. То, что в истории был в своё время и продолжается до какой-то степени антропологический поворот, в общем, это тоже не секрет. Так или иначе, обе эти дисциплины в какой-то, ну, во-первых, они имеют общее, значительной степени, общее прошлое. И с этим просто совершенно невозможно спорить. весь 18-19 век они шли рука об руку, значительную часть 20 века. Как будет обстоять дальше дело, в общем, сказать сложно. Мне представляется важным, чтобы антрополог продолжал понимать, что каждый феномен имеет тенденцию к изменению во времени. А это уже некий компонент того, чем занимается историк. Он должен это представлять. Но точно так же и историки, как мне кажется, должны понимать, что за теми процессами, которые они пытаются анализировать, описывать, стоят не просто государства или массы людей, а стоят реальные, может быть, небольшие человеческие сообщества, лишь синергия действий которых в итоге позволяет нам описывать тот или иной процесс как нечто в исторической динамике. Если так будет, то, я думаю, мы можем продолжать и дальше существовать не только мирно, но и в какой-то степени двигаться примерно в одном и том же направлении. Спасибо большое. Спасибо. Что происходит с камерой? Сказать сложно. Среди карты может быть что-то в компьютере. Скорее всего, да, либо она устала. Вопрос задают в чате о том, будет ли создана научная структура исследования влияния COVID-19 на общество. Видимо, имеется в виду структура, объединяющая антропологов и этнологов. Могли бы как-то... Я могу сказать... В целом, ситуация с пандемией... Если мелькание не раздражает, то, в общем, я оставляю это мелькание. Во-первых, у нас есть уже несколько проектов, в которых ставится задача проанализировать то, каким образом COVID-19 и, если более широко, пандемии влияют на человеческие сообщества. Это раз. во-вторых, именно это поднаправление является одним чуть ли не из самых значимых в том, что сейчас обозначается четырьмя такими литерами, как НЦМУ, научный центр мирового уровня, большой проект, который будет финансироваться нашим министерством и в котором принимает участие вышка, РАНХИКС, МГИМО и наш институт. И это значимая составляющая. И, безусловно, то, чем занимается у нас Центр кросс-культурной психологии и этологии человека и Центр медицинской антропологии, оно в значительной степени связано. Это можно видеть по публикациям именно с COVID-19. Так что эта тема абсолютно точно в одном из первых рядов среди того, чем занимается институт. Спасибо. Еще был вопрос о том, какие актуальные книги-журналы вы можете посоветовать в области городской антропологии в качестве водных может быть таких не требует. Есть, кстати, есть неплохие учебники свежие на английском, есть что-то на русском. Если на русском удобнее, то Елена Германовна Трубина город, я не помню, как называется, то ли там в динамике, то ли что-то такое. Была очень хорошая монография относительно свежая. У Трубиной же есть ряд обзоров современных христоматий, которые выходили на английском языке и назывались, соответственно, здесь вот можете порадоваться тому, насколько антропологи не держатся за свой термин, называлась одна этнография города, а другая христоматия называлась география города. В общем, речь идет о городской антропологии там и там, это абсолютно точно. И есть ряд авторов, которых надо знать, но просто вы меня провоцируете на большую лекцию. У меня вообще большой курс есть по городской антропологии, может быть, когда-то можно затеять его, но он, поскольку для магистрантов, то придется работать, потому что это лекция-семинар, лекция-семинар. Готовы работать и далее. Хорошо. Я могу, если не сейчас в чат, то, по крайней мере, организаторам сбросить какой-то минимальный список литературы по городской антропологии для того, чтобы, ну, просто для разгона с чего-то начать, и это поможет. Спасибо большое. Я тоже добавлю для слушателей, для тех, кто не в курсе, что на сайте Института технологии и антропологии есть подборки очень хорошие качественной литературы по разным аспектам антропологических исследований. Можно начать с знакомства с этой библиотеки. Вопрос еще один от Майи Лисенковой. Мир Тотович, вы видите его в чате. Это наша магистрантка. Она спрашивает о термине этнос, который звучал. Да, вот теперь вижу. А, термин этнос. Да, только у меня уже сейчас ускакал вопрос. Так, сейчас, да. Спасибо за лекцию. На протяжении оной не раз звучал термин этнос. Как вы его понимаете и как вы оцените проблему многозначности многих терминов этнологии и антропологии? Спасибо, Майя, за вопрос. Я немножко удивлен, потому что термин звучал несколько раз. Я надеюсь, он звучал в негативном контексте. Есть такой очень антипедагогичный прием, который я всегда использовал на третьем курсе, когда студенты только приходили на кафедру специализироваться. Я им говорил так, открываем тетрадки и на левой стороне на обороте обложки записываем слова, запрещенные к употреблению. Вот, очень непедагогично, я понимаю и каюсь, да, но этнос в их числе. Этнос первобытный, этногенез, в общем, можно долго перечислять. Я думал, что вот это я такой плохой и с этими, с диктаторскими замашками. Потом я разговаривался как-то в кафе со своей коллегой из Goldsmiths College. Она психолог и она точно так же готовила, она как победитель мегагрантов, она преподавала в Томском университете и она с психологами поступала столь же негуманно. Она им говорила, открываем тетрадки и на левой стороне обложки записываем слова, запрещенные к употреблению, иначе очень сложно приходилось. Термины неоднозначны, безусловно, я согласен с вами и просто в отношении этноса это действительно самая сложная, наверное, вещь, потому что он, как правило, понимался и в статике раз, и даже если не в статике, то, исходя из прежних представлений о том, что такое народ и как его можно пощупать, вычленить из социальной среды. Если ты в это веришь, окей, этнос, если ты понимаешь, что мир сложнее, но точно не этнос. А так, действительно, термины многозначны, можно взять, не знаю, культура, общество, безумно сложные термины, нагруженные многими, не знаю, составляющими, в том числе и потому, что они используются в разных дисциплинах и, соответственно, с этим связан и такой, не знаю, интердисциплинарный контекст или разный дисциплинарный контекст. Спасибо. Спасибо. Еще вопрос у нас от студента нашего университета в Международных отношений. Спрашивает он о том, воспринимается ли антропология в научном сообществе как отдельная обособенная из КИНа или как скорее кросс-дисциплинарный подход, некий мост между науками и продолжение существует ли, на ваш взгляд, антропология международных отношений. Это, в принципе, то, о чем вы говорили в начале, Антропология международных. Антропология всего может быть. Абсолютно точно. Да. Спасибо за вопрос. Как воспринимается в научном сообществе? Если смотреть широко вообще, то антропология абсолютно точно самостоятельная дисциплина. Только не думайте, что, не знаю, где-нибудь плохо, например, у нас, поскольку мы привыкли так говорить, а вот там у них где-нибудь хорошо. У меня есть хороший коллега из Канады, который работает в США, в Нью-Йоркском университете. Вот кто-то из присутствующих сейчас улыбнется, потому что поймет, о ком идет речь. Вот он говорит, а ты, говорит, зря так думаешь, что все хорошо. Говорит, мой папа до сих пор не может понять, чем я занимаюсь. Мы с этим коллегой ровесники. То есть нам одинаково по 58 лет. Нет. Вот поэтому, если мы говорим об обществе, то, в общем-то, не очень хорошо понимает. Если о научном сообществе, то да, безусловно, антропология самостоятельная дисциплина. У нее есть то, что когда-то было присуще только философия. Она пытается, ну, не то чтобы объявить, но немножко так почувствовать себя наукой наук, которая в состоянии понять и объяснить все на свете. По крайней мере, в том, что касается человека. Я не уверен, что это действительно так, но почему бы не попытаться. Но если коротко, да, самостоятельная наука. Спасибо. Спасибо. Еще вопрос был у Степана, насколько я знаю. Да, Дмитрий Анатольевич, разрешите такой небольшой прогноз вас спросить. Что будет в будущем с этнографическими музеями, вроде знаменитой Кунсткамеры или музея этнографии в Санкт-Петербурге? Будут ли какие-то изменения, дополнения или консервации этих музеев? Провокационный вопрос. В смысле, спасибо огромное за вопрос. Коллег из Кунсткамеры нет, из РЭМа нет на связи. Но все равно скажу то, что думаю. Антропология меняется и представление об антропологии. Помните, я в самом начале говорил, что этнографические музеи это будет абориген с копьем, который там за кем-то гонится, ну или кто-то там одет и в какую-то шапку и костюм, и он будет там стоять за стеклом. От этого все дальше и дальше уходят музеи, которые пытаются идти в ногу со временем. Есть новые, мелкие, маленькие, локальные музеи. Это может быть музей, я не знаю. представление женщин о любви в колхозном СССР. Это может быть, я не знаю, что-нибудь связанное с детством в детских домах, например. Это часть сообщества. Почему это не антропология? Это абсолютно точно антропология. Это может быть музей, в котором используются какие-то новые формы репрезентации или презентации социальных каких-то феноменов. Есть в Вене музей мировых культур, Вельдмузеум назывался, мировой музей, который, благодаря тому, что там за последние лет 10, если не 15, происходила регулярная смена директора, приходил новый директор, который начинал менять экспозицию, потом этот директор уходил, приходил новый, появлялся новый тематико-экспозиционный план, новая концепция и начиналась новая перестройка. В итоге все получилось, на мой взгляд, очень хорошо, потому что сейчас Венский музей это вот ровно то, каким, наверное, следует быть этнографическим музеем. Там нет статики, там динамика, там голос, там изображение, там новые формы представления материала, там показ материала в динамике, в социальном контексте. Это сложно на пальцах объяснять без картинок, но я хочу сказать, что если РЭМ и Консткамера не изменят кардинально подход к представлению своих уникальных, гигантских, потрясающих коллекций, то у них есть шанс остаться, или точнее, стать провинциальными музеями с какой-то иной судьбой, как мне представляется. Я этого очень не хочу, но вот сказал то, что думаю, извиняюсь. Спасибо большое. Спасибо. Дмитрий Анатольевич, если позволите еще вопрос, продолжение вопроса Степана, а вот с экспедициями графическими, что происходит? Потому что вы совершенно точно сказали, что кафедры-то было мало, этнографии, этнологии и при Советском Союзе, и в 90-е годы, но этнографические экспедиции были, было достаточно много. Я хорошо помню, как у нас выбор стоял, археологическая экспедиция, либо этнографическая после обучения на первом курсе. Потом это все как-то сошло на нет. Что происходит с этнографическими экспедициями? Коротко, могли бы как-то ответить? Спасибо огромное. Очень хороший вопрос. Две составляющих вижу. Одна такая, ну не подумайте, что речь идет о каком-то пижонстве, просто поскольку я сам из провинции, и мы строили археологом лагерь, и нас за это отпускали в этнографическую экспедицию. То есть я понимаю, о чем говорю. Я заканчивал Кемеровский университет, кафедру археологии в свое время. И, значит, если, вот так совсем-совсем на чистоту, это первый аспект. Если у меня, например, на себе буду показывать, у меня нет этнографического, базового, кафедрального образования, почему я считаю, что я могу работать в этнографической экспедиции, собирая некий материал и потом адекватно его представляя в своих текстах. Звучит, наверное, резко, да, но вот это проще показывать даже не на нас, не на антропологах или этнографах, да, которых было все-таки четыре или пять кафедр, а на фольклористах, потому что фольклористов миллион в стране, ну, любой, потому что может поехать, я не знаю, фольклорные практики на всех факультетах существовали, филологических, поехать в экспедицию и собирать некий фольклор. А сколько было специалистов по фольклору? А была всего одна кафедра в стране, между прочим, в Московском государственном университете кафедра русского устного народного творчества. Все, список на этом заканчивается. Если ты закончил эту кафедру, то, наверное, ты фольклорист. Если нет, то я не буду договаривать до конца, то, в общем, здесь можно размышлять. Это первое. Второе. Это не значит, что кто-то плохой, кто-то хороший. Но просто это один из возможных вариантов подхода к тому, как мы работали в поле, что потом с этим материалом делать. Извиняюсь еще раз, если это звучит резко. А второй вариант это второй аспект ответа на этот вопрос. Дело в том, что сейчас поле меняется кардинально. И, кстати, я никого не ругаю из тех, кого я резко может быть охарактеризовал как не фольклористы или не этнографы, потому что всегда оставался такой ресурс как самообразование. И мы, собственно, все им более-менее успешно воспользовались. Потому что ты не можешь оставаться на одном месте. Ты читаешь книги, ты общаешься с коллегами и ты постепенно растешь над собой. Если ты вчера не знал иностранный язык, это не значит, что ты завтра не будешь на нем говорить и делать доклады и так далее. То есть мы все через это прошли. То, что касается современности, то я думаю, что значительно больше. И потому что общество все больше живет в цифре. И именно поэтому мне кажется, что и этнографическое поле все больше и больше будет уходить в область цифровой антропологии. Это то, о чем у вас будет одна или две лекции моего коллеги Сергея Валерьевича Соколовского. Мне кажется, это действительно очень важно, потому что, будучи лишенными того поля, о котором мы имели некое представление раньше, когда нельзя куда-то поехать, мы, тем не менее, можем вести это поле, потому что есть интернет. А как вести это поле? Ведь нет персонального контакта. Ты не всегда видишь жесты, как ерзает человек на стуле, наверное, что он делает руками, читает ли он в ответ на твой вопрос или он говорит то, что думает. Он может отвернуть глаза, может быть неустойчивая связь, и он отключит видеоизображение. Плюс к этому существует огромное количество соцсетей, где люди точно так же организуются в различного рода группы, как это было раньше общество филателлистов или еще что-то в этом роде. И появляются некие новые субкультуры, которые есть смысл изучать антропологическими средствами. И в общем в этом смысле поле не стало меньше, оно просто стало может быть отчасти более сложным, ну или по крайней мере другим. Может быть качественно другим, но это предстоит нам понять со временем, я думаю, это будет видно. Сложный ответ на сложный вопрос, я извиняюсь. Спасибо большое. Спасибо большое. у нас вопросов больше нет, в принципе, по времени, друзья. Да, Входим за регламент. Дмитрий еще раз большое спасибо, огромное спасибо всем слушателям. Нас было на пике около 110 человек и большинство сейчас присутствует здесь, я вижу 8. Спасибо. Друзья, я вас всех приглашаю на следующую лекцию в пятницу 20 ноября в 16.00. Лекция Анны Кругловой будет освещена методом антропологии, применительно к кинематографу. Пожалуйста, регистрируйтесь, приходите, слушайте, задавайте вопросы. Еще раз огромное спасибо всем. спасибо огромное, очень хочу, чтобы вы все помнили, что антропология прекрасна и что мир гораздо сложнее, чем нам порой хочется в это верить. Спасибо огромное, здоровья, удачи всем. Спасибо. Спасибо. Спасибо.